Друзья, вместо встречи, извините, нельзя на себе потрогать. Любимая лестница. Где мы можем с вами показывать наш дом? А то раньше ты его не показывал. Нет, не показывал. Так абсолютно. Вроде сделали. Сейчас нас обрадуют, евро на 200 опять. Мне уже страшно. Короче, он вчера вечером перезвонил и сказал, к сожалению, смазать не удастся. По простой одной причине. Там есть такая какая-то маленькая крестовина. И, короче, там лопнул подшипник. То есть это, как я понимаю, заводской дефект, скорее всего. Потому что, ну, не должно такого быть. А другую сторону, когда открывал, там все было в идеальном порядке. Все смазано. То есть вообще непонятно. Он, скорее всего, такой чувствует, что собирали ее на сухую. Да, заводской брак, скорее всего. Я так понимаю, вот наша деталь. Вот подшипник. Короче, тут вот этот подшипник разлетелся на этой крестовине. Лопнул. И он сказал, что это заводской дефект. Ну, короче, полностью эту деталь новую мы купили. Да, вот этот подшипник. Это не уже был бы зим. Он помер. И снять ее не удалось. Он сказал, пришлось ее распиливать. Он говорит, там просто офигеть. В алюминии запрессовано так, что ее уже ничем не вытащить. Вот это вот так было. Вот. Продолжение. Это сюда шла. Да. Это туда. А это вот в этом месте пришлось отпиливать. Он сказал, да. Что, говорит, вот этот подшипник, я так понял, что его было просто не выпрессовать. Или что-то там такое. Вот такая вот фигня. А это туда. Короче, вот тут вот этот подшипник, крестовинка сломалась. Как и говорили, да, Павел? Ну что. Первый тест-драйв. У тебя какое-то странное ощущение, либо за то, что деталь новая. То есть ее не трясет. Ее теперь как-то немножко потряхивает с 30 до 40. Так немножко и все. Может быть, так и должно быть, пока она вот при, при эта самая деталька приживется. Поездим, посмотрим. Во всяком случае, вибраций нет. Такой, как была раньше. Сейчас еще поеду на работу сегодня. И там уже точно будет ясно. Надо срочно меня покрасить. Ну что. Сказано, сделано. Покрасил. Ха, помните краску она показывала? Примерно стало такой, как на картинке. Что тебе не нравится? Вот что. Ну так главное, это здесь, здесь, здесь. А что ты хочешь? А что тебе не понравилось? Я желтая. Поеду сейчас снова выкрасываю. Друзья, только сильно не пугайтесь. Мы готовимся к переезду. Чего волосы дыбом? Потому что пять было аккумуляторов. Вот так вот. Юля. Вы понимаете, как мы жили? У нас тут места вообще нету. То есть вот комната. Это зажравшиеся. Это мы зажравшиеся. Сюда, если вот как бы переезд делать, вот даже наступить некуда. Вот я сейчас... Ну, друзья, сами понимаете, бардак у нас не только повседневный так был. Повседневный. Да, ну чуть-чуть, конечно, тоже и бардака было. Я говорил много раз, что вот порядок, уборка, в принципе, это не мое. И мне абсолютно... Абсолютно я к этому не так спокойно отношусь. Убрано? Отлично. Не убрано? Отлично. Ну, только Юля всех гоняет. Вот тут вообще по барабану. Это у меня с детства так уже. Мамане моей не даст соврать, что... Мне главное не так не убрать всю комнату. А вот наша прихожая, как готовится к переезду. Это в стиле. Знаете, как мы живем? У нас велосипед, нам даже пройти негде. Да. Вот сейчас купил телегу, будем перевозить. Перевозить в холодильнике все, все таскать на себе, на горбу. Друг уже, Юра. Скоро нам поможет. Он говорит, может, я один диван перенесу, он может и один. Я говорю, просто, что ментовая лестница ты не разберешься. Она не изместе с диваном. Он говорит, я вместе с диваном один пойду и все, где пофиг. Ну, он там может. Он может. Это кто? Он видишь. Дядя Юра. Дядя Юра шкаф. Он к нам приходил такой. Который все время нам приносит конфеты. Это тот, который синий. В той был? Да, да. Синий в той был. Тот, который ты говорил, что может оттянуть его так вот сделать как-то. Ааа. О. Да, да. А, синий, синий. Синий, синий. Синий, синий. Потерялся. Вот. О. Нифига. Вот так вот папа ее учит. Ну-ка, теперь вперед. Обычно. Молодец. А теперь с выходом. Нет. С выходом она такая. Кстати, у Эмича силы пропадать стали. Если раньше она уже могла рекорд ставить 5-6 иногда, то теперь 3-4. А я тебе знаю, что... Потому что пилонит. Вот мне самые первые тренировки после перерыва были самые легкие. У меня было столько сил. Чем дальше, тем хуже. Заниматься надо. Пошли. Турники откупи, турники откупи. Вот как и я. Также занимаюсь. Друзья, смотрите. Вот если такую Эмилии в комнату. Вау. Она там в офиге Александру. Такой трансформер. Сюда еще поставить яркую какую-то под... Ну, синюю лампу яркую. Такую, знаете, не желтую, а вот яркую. Блин, это, по-моему, вообще шикарно будет. Да ты чё наш, как классно. Хоп и темненькая. Я захотел посветлее. Позеркальнее есть? Блин, я уже не помню. Юля говорит, что мы смотрели в прошлом году. Я нифига не помню. Ну, чё, друзья, вы поняли? Мы в Икеа. Сейчас мы приехали вообще-то за лампами, люстрами. Посмотрим, что здесь есть. Какие-то у нас есть две. Ну, то есть не какие-то. У нас нормальные две есть. То есть с пропеллерами, с вентиляторами. Вот. Теперь еще нам надо такие посмотреть на кухню. обновить. Вот на кухню, видишь, вот такие. 59. Нет? Не, не очень? Не, не очень. Хорошо. Пошли смотреть дальше. Это тоже яркие такие, да? Смотри. Необычные. Такие спиральки. Три лампочки. Три лампочки. Поэтому они яркие. Ну, знаете, мне вот эту точно мне понравилось. Вот это точно кайф. Блин, ну вообще офигенский. Я никогда не видел раньше. Как ты говоришь, что ты уже показывал? Я их... Почему я их первый раз вижу? Приколюшка, приколюшка. Такую я хочу. Такая. А, это бумажная? Да, это бумажная. И сколько это бумажная? Ничего себе. Ну, это дороговато, по-моему. За бумажку это 50 евро, да? Красиво, да? Всегда пытаюсь закрыть все шторы. Яркий свет вот от солнца мне не нравится. Но вот лампы я хочу, чтобы дома было светло. То есть, да, я пытаюсь всегда открыть занавески. Я всегда и пытаюсь закрыть. И говорю, да? 30 евро сейчас стоит всего. Скидка. А, это качалочка такая перед телеком, да? Она прикольная. Да? Друзья, нам главное пережить этот переезд. Я надеюсь, что мы не разведемся после этого. У нас нервы просто сдают. Малеха, стресс. Стресс. Уже Сандра уже начал переезд. Самое все никак. Сандра уже коробки собирает. Ну, они все ушли, да. Слушай, за 30 евро. Прикольная такая штука. У нас место как. Ну, вот, за 150. 149 стоит. А это уже кресло-качалка полноценная. Как? Классно? Да, вот это под ноги специальная. А кого-то на эту рядом сядь. Это то же самое, что было сейчас, что мы смотрели. Только это уже с подушечкой сверху. А было мягче. Мягче? А вон наверху, смотрите, тут вообще вон за 99 такая есть приколюшка. И за 89. А нет, это Лейпо Толи. Непонятно, 189, что это комплект. Фиг поймешь. А, вон, смотри, тут кожаная кресло-качалка. Уже такая 269. Вот такая. Ладно, посмотрим еще. Пока брать ничего не будем. Но приценимся. Да, мы сейчас за лампами пришли в первую очередь. Друзья, вот за 25 вот такая тоже она. Мягкий-мягкий такой пластик. Прикольно. Юля, смотри, а это тоже раздвигается или это такая и есть? Нет, это не раздвигается. Блин, я уже думал, это тоже раздвигается. Это прикольно мне нравится. Что? Вот такие. Банки? Да. Да? Тебе нравится? Да. Нифига, 22 евро стоит. Юля еще хотела этот самый выключатель себе такой хитрый, знаете, который разными цветами с лампочкой. Вот, мы до матрасов дошли. Сандру, короче, матрас на 90. А это на матраснике, да, сверху? Ну, а сами матрасики, матрасики, сейчас дойдем. Не тут. Нормально. Ну, смотрите, тут разные варианты есть. Короче, у Сандры как раз стандарт, 90 на 200. Есть и дорогие, есть и подешевле, есть очень дорогие. Вон, смотрите, как выглядят вот эти. Еньки-сяньки всякие, да? Смотри, тут тройное и пружина, и пятое, и десятое. Тут вообще на ворота. 279, да. Тут матрасы, конечно, по 400, 549 евро матрас. Класс. Классный. Классный, по-моему, по-моему, что взять? Какой? Или по-жёстчему, наверное. Надо брать средний, наверное. Слишком мягкий, нет. Жёсткий тоже плохо, наверное. Надо средний брать. Который самый мягкий? Такая, тест, так? Тест на жмаканье. Ну, вот это самый тонкий, самый мягкий. Самый мягкий, да? По 109, 109, 79. Но он очень толстый. Он очень толстый, Юля. Ну, что? Не, просто я тебе говорю, что он очень толстый. Ну, какой толстый был? Ну-ка, держи-ка мой телефон. Я отломал. Нет, нормальный. Вот это как раз будет, наверное, такой мягенький. Да, это слишком жёсткий. Смотри, запиши его. Малфорс. Мне вот этот нравится. За 109? Да. А главное, чтобы этот самый с простыней хорошо было бы заправлять. Да? С запасом просто не всегда, да. Ну, зафотографируй тогда малвик этот. А, это одинаковый, да? Что слева сейчас? Нет, у них разница. Один ребры такие. А, надо почитать. Сейчас, подождите, друзья, почитаю. Короче, непонятно. По описанию всё абсолютно одинаковое. То есть, конфигурация просто у них. Одно вот такой. Другое вот такой. Фиг поймешь. Написано всё одинаково. Говорит, Эмилия, вот такую надо брать. 179. А, нет, это ещё дешевле, 119. То есть, тут уже всё. И матрас с ножками, скажем так. Покупаем сейчас для занавесок эти самые крепежи. Покажись. У нас там, кстати, друзья, эти самые остались. Пластмассовые рельсы, видите. А все крепежи, все унесли. Короче, там не к чему. Даже занавески повесить. Посмотрим ещё что с занавесками. Будем думать. Может вообще... Я не люблю такие занавески. Ну, я тоже пылесборники. Чем меньше всего вот этого, тем лучше. Ну, и вот я так привык к жалюзию. Блин, такая тема, в принципе, друзья. Какая тема. Круто? Ну, всё, никаких проблем. Друзья, помните, что я обещал? Я обещал в ванну купить волосатый ковёр в ноги, который у нас умыкнули. Я сказал, что я куплю, как только мы получим квартиру. Надо... Надо... Не тут. А где же, помнишь, такой волосатый? Мне так он понравился. Такой пушистик был. А? Да-да-да-да-да-да. Вот этот. Вот этот, друзья. Возьмём в ванну. Вообще! Да, это одноразовый, наверное. Замучили его. Киевские коврики неодноразовые, они прекрасно стираются. Ну и постираем. По судомоечной машине потратка. По судомоечной машине постираем. Так, а где он сложенный? Нету? Так, и только. Прихожан ещё мало. Теперь я на нём спать буду. На пьюте буду спать. Да, на пьюте буду спать. Нам теперь надо в коридор, в прихожую. Нам надо теперь вот такой. Такой? Прорезиненный? Да. Чисто тупо вот такой надо. Типа такой, чтобы... И ноги вытирать об чего-то. Хрёб-хрёб-хрёб. Перед дверью? Да. Ну не, не перед дверью, а, наверное, как входишь. Я думаю, входишь, надо один у двери, а чуть дальше уже нормальный. Потому что, блин, у нас везде ламинат. Везде ламинат. У нас просто мы засохатим его в 5 секунд мокрыми ногами. Потому что там, я не верю, что нормальный ламинат. Там дешёвенький какой-нибудь. Он вздуется. Да, нормальный, скажем, сейчас. Да, более-менее. Можно он резиновый как раз. То есть перед ним положить вот такой. Ноги вытирать, к примеру, зашли, да? Песок, всё, чтобы на нём осталось. А дальше пустить уже тот. Ну, можно. Ну, это такой же более мягкий. А этот такой погрубее. Друзья, для себя Америку открыл. Я не знал, что здесь посреди торгового центра. Идея, вернее, есть. Пост-какету. То есть торговые коляски большие, корзины. И обычно, ты помнишь, мы всегда брали пакеты. Жёлтые вот такие. Внесели везде. Раньше не было колясок, по-моему, здесь. Интересно, а когда мы приехали, во что мы набирали? В пакеты, всё? Мы сразу брали коляску. А так, чтобы посреди торгового центра. Ну, посреди вопроса никогда не обращали внимания. Мы это недавно поставили. Да? Потому что я никогда не помню. Я всегда мечтал. Вот, дурак, не взял коляску. Сейчас мы взяли коляску. Ну, стоит, пожалуйста. Вообще отлично. Как нам писали, помнишь, что на минуточку вам, как это было, к информации, что на Икеа работает больше 60 известных дизайнеров, а вы тут ходите по мебели обсираете, что с мировым именем. Это вам, к это, на минуточку к информации. Да, на минуточку к информации есть знаменитые картины очень многих художников, которые стали очень знаменитыми только спустя очень-очень большое количество времени. То есть, ваш дизайнерский штат и не говорит ни о чем. Вот, по большому счету, вообще ни о чем. Есть дизайнеры, нет дизайнеров. Тут уже востребованность людей. Тут на вкус и цвет, извините. То есть, кому-то нравится. Как видим, так и комментируем. Я вам как покажу сколько людей. Художник художнику. Понравится вам новое искусство или нет? Я уверен, не каждому, не каждому. И потом тебе, Виталя, скажет, ничего ты в искусстве не понимаешь. Там же все самые знаменитые умы. Как нам сказали в инстаграме, что в трубах нашли, то и выставили. На кухню надо взять легендарную знаменитую лампу плохого, которая висит в трубах. Ну, они немножко поднадоело тоже, но... Ну, это самое то, переехать на первое время, как правило, до конца. Да, на 6 лет, как у нас. Да, потому что я другого ничего такого нормального не вижу. А я выбрала трансформер. Вон они висят. Дергаюсь, зеркальный. Вон они. О, зеркальный чуть-чуть дороже, 69. Ну, на 20 евро. Зато и выглядит она красивее. Да, конечно, она уже совсем красивее. Шикардос. Ну. Короче, то же самое, да, только расцветка другая. Тени. Да. Поэтому надо брать. Да? Берем? Берем. Тогда у нас это желтое, вот серебристая. Они еще есть, смотри. А, они все такие. Это большая, может быть, желтая. Так? Да-да-да. А здесь огромная. А куда тебе огромная? Не огромная. Не огромная. Так, это взяли. А Сандру же тоже лампу. Ну, посмотрим, кто из них захочет такой, если захочет оба. Это Сандру, я думаю. Сандру. Вот, на кухне. Вот. Ну, все. Виде нее никак. Вот бы никак. 6,99 и все. Так, 5-ваттные лампочки. Вообще ни о чем, друзья. 5-ваттные. Что-таки бывают еще? Ну, да. Это по-старому, по-новому. А так они были, наверное, на 40 ватт. В общем-то. Смотрится круто вообще. Да, он меняет цвет. Эта лампочка. Юля не смогла удержаться. Пошла в свой любимый уголок. Магазин, кстати, закрывается. Мы пришли к самому закрытию. И он уже у нас все. Ну, что, крутим. Загадывайте число. 30. Нет, 15. Рядом. 9. Кто угадал? Молодцы. Я вас поздравляю. Вы угадали цифру 9. Ну, смотрите, прет уже саму какую-то. Чего ты прешь уже саму? И что? 10 евро. А стоил? 15. И что в нем не работает? Провод перекушен пополам. Нет? Нет. А что, в чем проблема? Не знаю. А ты хотела почитать, что там написано? Ничего, просто. Просто? А может, Мали Капполь это был, стоял на витрине. Типа экспонат. Но мне все равно нужно начать. Ну, хорошо, бери, бери, бери. Мне все равно. Юля, а это мы потом можем выбрать. Поехали. Ну, что, друзья, сказано, сделано. Обещанное купил ковер в ванну. Отличный. Это не дает выпуск. Ладно, ладно. На свою сову. Так, мы тут набрали всякой хрени. На, вот эти туда мелочи сюда тоже. Ну, что ты накупила там? Что так дорого-то вышло? Лампа темпе. Нифига себе. Так, я вот это взял. Тебе еще ковер под мышку. Или на эту внеси мне ковер под мышку дай. Все, донесешь? На, эту лампу, а я сумку возьму. Все, друзья, спасибо, Икея. Обарахлились почти на 200 евро. Зато купили классную лампу-трансформер. Правильно? Вы согласны? Я думаю, тоже. Пока тебя не было, колесо фортуны крутили. Выиграла цифра 9. Где? А где я была? А ты в своем уголке была. Друзья, видите? Она не знает, о чем мы говорим. И не узнает до тех пор, пока не увидит видео. Я не выиграл. Я сказал цифру 15, а выпала цифра 9. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на наш канал. Ну что, последние видосы с этой квартиры нашей. Мы уже собираемся. Потихонечку все выгребаем. Потихонечку. Сейчас поедем, снимем для вас обзорчик, если позволит свет. Потому что там нет... Электричество есть. Договор мы заключили, но там нету ламп. Никаких. В прихожую вчера повесили быстренько. А так нету, да. Если свет позволит, снимем. Погода. Ветрище ужасное на улице. У детей каникулы, кстати. Рубятся в PlayStation сидят. Потому что на улице такая погода. Мерзопакостная. Очень сильная. И да, сегодня будем заниматься делами. Хотим съездить в наш еще холд. Они дали нам не те ключи от столбиков с подогревом. То есть она нам сразу сказала, что она не знает, подойдут они или нет. Они не подошли. И вчера Виталий видел, что на нашем месте стояла чужая машина. Он туда ездил. С эстонскими номерами. С эстонскими номерами. Да. И поедем тоже по поводу этому... По этому поводу тоже спросим, что делать, если вот приехали и свое место заняты. На самом деле даже немножко так, знаете, жалко, что мы съезжаем с этой квартиры. Она мне очень нравилась. Но здесь очень мало места. Если бы здесь было места побольше, я думаю, что мы здесь и дальше бы жили. Пока уже какое-нибудь свое жилье не купили. Потому что эта квартира очень хорошая. Я вот, честно говоря, белой завистью завидую женщине, которая сюда переедет. Одна она, кстати, переедет. Тоже русская. Квартира очень хорошая. Конечно, есть свои плюсы и минусы, но больше плюсов. Кстати, я смотрела недавно Юропапа видео. Он последний... Предпоследний, по-моему, видео, где он сказал, что они тоже переезжают. И у них точно такая же кухня, как у нас. Но у меня такое чувство, что у нас она немножко побольше. Потому что он сказал, что они... У них холодильник. У них нет заморозилки в холодильнике. Им пришлось купить новый маленький холодильник в морозилку. То есть мы, например, вообще по этому поводу не заморачивались. Мы купили вообще второй еще холодильник. У нас здесь места на кухне очень много. То есть у нас здесь стоит два холодильника. Еще и велик у нас сюда влезает. Как бы у нас кухня здесь очень большая. Но вроде в новой квартире кухни еще больше, Виталий сказал. Я смотрю видео. Вот у него даже расположение шкафов практически... Шкафы точно такие же, как у нас. И да. По идее, как в России раньше. Все под копирку. Ирония судьбы. По идее, да. С этим паром. Все работает тоже. По идее, да. И у нас здесь на кухне линолеум. Там у нас на кухне паркет. Но там паркет хороший. Виталий сказал. Я не разбираюсь в этом. Ламинат. Да, ламинат. И здесь в этой квартире у нас тоже паркет. Но когда мы будем съезжать отсюда, мы вам сделаем обзорчик этой квартиры тоже. Покажем ее. И здесь у нас в двухкомнатах подоконники. Но подоконники поставили уже предыдущие жильцы, скорее всего. И в каждой комнате здесь у нас жалюзи. Там жалюзи нету. И там надо что-то придумывать. Потому что мы даже не заморачивались здесь за навесками. Мы так... Жалюзи. Очень удобно, конечно. Не хочется за навески. Честно, вот пылесборники считаю. Я лучше куплю какие-нибудь трулозы, жалюзи, чем за навески. Я не знаю почему. Я как-то люблю вот минимализм. И Виталя тоже. Чем меньше, тем лучше. Но мы почему-то начинаем так обрастать вещами. Переезд это очень хорошая, кстати, вещь. Чтобы выбросить все ненужное. Что, скорее всего, мы и будем делать. Я помню, когда мы приезжали с Эстонии, я сказала. Я ничего брать не буду. Я ничего не взяла. Ни посуду, ни какие-то там мебель. Мы ничего не взяли. Вот, единственное, телевизор, там принтер, матрас и какую одежду. И то я одежду всю раздавала чуть ли не мешками. Потому что я сказала, я все куплю здесь. В общем, ну, стол мы еще этот возьмем пока. Потому что сидеть первое время где-то надо будет. В общем, будем потихонечку переезжать, показывать вам все. Переезжайте вместе с нами. Друзья, у нас гонка начинается. Мы сейчас быстро везем Эмилию на тренировку. Мы делали сейчас обзор для вас на наш новый другой канал. Здорово все вы видите на тематическом канале. Кстати, на тематическом канале сейчас у нас будет оживление небольшое в плане того, что теперь мы уже выложили все видео, которые мы хотели выложить, то есть старые. Какие-то видео мы оставили, не стали их удалять, потому что мы их будем уже в любом случае переснимать, либо дополнять. То есть, что есть, то есть уже. И теперь на новом тематическом канале будет постоянно, уже, наверное, будет с постоянной очередностью. Да, посмотрим раз в неделю, когда как. Вот. Туда сейчас скоро будет и выставка, как я посещал от школы. Ну, короче, сейчас пойдут уже новенькие, свеженькие видосики. Так что, друзья, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ссылайте канал Юлика Лайф. Вся правда о Финляндии. Так что, ссылки, как всегда, все в описании будут, в конце ролика будет. У нас сейчас завал полный. У меня сейчас навалилось, друзья, не поверите, на моем рыболовном канале просто аврал. Снято куча видео. Мне некогда его не монтировать, не выкладывать. Еще эти, черт побери, эти экзамены у меня сейчас на носу. Про которые он пройдет? Один, один, одни экзамены я уже просрал, в плане того, что я забыл о них. У меня был в понедельник экзамен какой-то, да я на рыбалке сидел. Так что, эх, ну ладно. Я на рыбалке его сдавал. Я на рыбалке сдал, сдал экзамен успешно, скоро видео будет. Так что, друзья, на моем рыболовном канале. Да, на моем рыболовном канале. Вот, вот такие вот новости. Мы пока делали обзор, немножко припозднили, с Эмилию на тренировку. Едем с небольшим опозданием. Которые в комментариях писали, что чувствовалась наигранность. Виталина. Да, хочу сказать, по поводу вот этих, что сделан был Юлий Щедушев, предварительный, на заказ. Я, честно, клянусь, я вообще ни сном ни духом. Как и про диван. Что она хотела, выбирала. Что она хотела, договаривалась. Вообще ничего не знал. Честная наигранность в том, что ты очень удивлялся. А куда мы с диван будем ставить? Вот тогда, да, вот тогда уже тут действительно, да, я немножко подыграл. И, друзья, ну, знаете, мне обидно даже, иногда даже очень интересно наблюдать за комментариями людей тех, которые делают выводы по нескольким видео о человеке, о его жизни в целом. Мы удивлены, конечно, этому, ну, люди все разные, я не вспомню. Далее, тебя сдавил мой каблук? А, да, написали там про каблук. Причем тут что-то, 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 что-то написали про каблук. Смотрите, как давит сильно, смотрите. Да, что Юля получила деньги. Нет, я когда получила работу, у меня сразу мания величия началась. Да, мания величия. То есть, как будто я всю жизнь вообще была безработной. Главное величие в том, что Юля захотела купить себе мебель новую, тем более она сама на них заработала, на эту мебель, она вправе это покупать, и меня не поставила в известность. В принципе, она и не должна ставить в известность, просто когда идет вопрос покупать или не покупать, и тогда... Выбирать я могу и без Виталия. Выбирать, и все, ну, как вы видите, я пока насчет стульев не сдаюсь, я считаю, что нет, а она мне каждый день утверждает, что да. И в комментариях, кстати, многие пишут, что надо брать оригинальные стулья. Я вам эти комментарии периодически показываю, говорю, смотри, что надо брать же, ну, надо брать. Друзья, мы все комментарии читаем. В последнем видео было очень много комментариев, физически просто, я все пролайкала, как бы большое спасибо, но... А, видите, сейчас уже мы, к сожалению, не на все можем, много комментариев мы не ожидали. Очень большое всем спасибо за поддержку, но вы лучшие, как всегда. Мы видим, как вы за нас рады, вот серьезно, это очень, так, знаете, грейд, уже не зря стараемся, не зря все показываем. Многие, кто-то писал там, что вы на нас выливаете, там, это самые свои диалоги с Виталией, да, выливаем. Вот как есть, так и выливаем. Друзья, мы уже много раз говорили, есть люди, которые не все видео смотрели, либо недавно подписавшиеся над нас. Мы не белые, мы не пушистые, мы всегда это говорили. Мы не фильтруем базар на камеру. Мы есть такие, какие есть. Если нам что-то не нравится, мы не стесняемся, не боимся, мы будем говорить. Вот это плохо. Есть каналы, где у всех все хорошо. Мы не такие, мы совсем другие. Если плохо, мы говорим плохо. Если хорошо, мы говорим хорошо. Итак, если мы спорим друг с другом, значит, мы спорим. Если, друзья, вас это не устраивает, вам это не нравится, значит, это не ваш канал. Знаете, как пока YouTube у нас свободный, можете делать, что хотите. Хотите смотрите, хотите не смотрите. Ну да, и как и про Икею, я вот вспомнила еще в этом видео было написано, что вы это видео выкладываете на просторы YouTube, это не ваш личный, типа, территория. Наш канал, наша территория. Мы, что хотим, то его кладем на своем канале. Мы никому в чужой, как это... Мы никому на канал другой не приходим и не начинаем там высказывать свои точки зрения. Мы на своем канале вправе делать, что мы хотим. Хотите, если вы не согласны, либо что-то хотите донести людям, открывайте свой канал, вперед из песни, удачи. Я думаю, Виталий, нас на то и любят, что мы... Мы искренние, мы такие, какие есть. Если я говорю, мы, ну, мы не пушистые, мы никогда ими не были и не будем. У нас есть ссоры, у нас есть руганье. У нас сейчас по поводу переезда в день по 28 тысяч руганье. То есть тут у нас лебедь, рак и щука. Юля говорит, делать одно, я другое. У меня проблема в том, что я по жизни привык все планировать. То есть вот как на работе, знаете, я перед тем, как начать работу, всегда составляю план. Переезд для меня новое. Я, можно сказать, никогда в жизни-то особо-то и не переезжал. С чего начинать, я не знаю. Юля работает, переезд стоит. Я психую постоянно. Ну, сколько можно? Давай переезжать. Времени нету. Потом у меня рыбалка, потом у нее работа. Я не знаю, как мы будем переезжать. Честно, мы еще, вот, палец о палец не стукнули. Вот первое, что мы сделали, обзор сняли. Это самое важное. В принципе, прошла неделя, мы, сколько это самое, сделали обзор. А осталось, что я работал все выходные. До конца месяца это нам надо сдать ключи до 28-го. А сегодня у нас? Не бойся, у нас сегодня 20-й. А у нас уже 20-е число. Чело неделя. Не знаю, когда вы это видео увидите. У нас, как всегда, видео снято месяц назад. И выходит, оно фиг знает когда. Все, бегом, 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 бегом. Друзья, у нас еще, кстати, первый курьер с квартирой. То есть, я ездил тут на днях вчера, да? Смотрю, думаю, пойду в гараж, посмотрю, как место парковаться на автобусе будет. На нашем месте машина стоит. Не понял, думаю, как так-то? Может, не наша парковка? Начал по району, там покрутился. Да нет, наша парковка. То есть, на нашем месте стоит машина с эстонскими номерами. Что вы думаете, едем делать обзор? Опять стоит. Я тогда уже смехнулся. Чтобы наглости мы не ожидали, да? Что наверняка это какой-то работяга. Потому что к вечеру машина уезжает, а в рабочее время стоит машина на нашем месте. Потому что мы вчера вечером еще приехали. Да, вчера вечером приехали, машины не было. Не было эстонских номеров. Вот, и я сегодня к этим ремонтникам, которые делают ремонт в нашем подъезде, все эстонцы, абсолютно все эстонцы там работают. Я подхожу, парню показываю фотографию машины, говорю, вы не знаете, чья это? Один нет, второй нет, третий. А это моя машина. Я говорю, слышь, бро, а это как бы наше место, как ваше, типа, мне дали эти ключи, город. Я говорю, не знаю. Я говорю, а когда? Ну, когда начали ремонт, то есть это месяц назад примерно. Я говорю, ну так мы получили неделю назад ключи, то есть теперь это наше место. И что, говорит, оставить нельзя? Я говорю, я не знаю, сейчас-то пока ставь, мне пофиг, а сейчас мы поедем, узнаем. Как раз все равно нам выдали ключи от электрических столбиков, и они не подходят, прикиньте. То есть вообще левые ключи нам дали. А почему? Я еще тогда и закрался сомнением, что может не наша парковка. Короче, едем сейчас туда в контору опять, в это РТ Копалвилу. Ну что, договорились, короче, сказали, что с ключами от электрических столбиков они сделают сообщение тогда, нам их в почтовый ящик просят, что у них нету в наличии их, этим будет заниматься холодом месь какой-то, не знаю там. Короче, их это... Странно, да, что у них... Да, их терки. Также по поводу на двери напишут фамилии, все это еще ничего не сделано. Но это неделя где-то занимает, у них просто не дошло еще. Да, в пятницу это было, конец недели, как всегда, у финнов это расслабуха, никто еще этим не заевался. Некородкие дети. Рассматривать третье место никак, Юля, как там их не упрашивала, нет, нельзя и все. Ну, понятно, незакон есть закон, нельзя начнется, но сегодня выясняется, что есть возможность, и эту возможность мы можем уже получить непосредственно от этого самого нашего председателя. Домомучителя, скажем. То есть он может дать свое разрешение, то есть мы должны будем связаться. Это как раз женщина, с которой мы встречались, которая нас знакомила и показывала, где что все находится. Вот. Мы должны будем с ней, потому что у нас с ней еще остался вопросик. Возможно, как можно ли на своей террасе пользоваться газовым грилем? Она обещала это узнать и нам сказать, что электрогрилем мы можем пользоваться без каких-либо проблем и ограничений. Насчет газа она точно не знает. Точно нельзя углями. Это пожароопасно, это точно нельзя. А вот с газом она не знает. Электрическим точно можно. А вот газ повис в воздухе. Газ повис в воздухе. И вот заодно тогда мы узнаем у нее, может быть, разрешение она выдаст. Так же, как она, я так понял, выдала разрешение этим рабочим. Вот. Так что мы сейчас узнаем, наверное. Ну не сегодня, мы же завтра позвоним ей. Туля, кстати, посмотрела список имен. Фамилии жильцов дома. У нас один наш сосед русский. Ну, фамилия, в всяком случае, на русском. Ну, похоже на русскую, сосвучная такая, да? Все остальные финны. Да. Все нэн, норм. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, посудомоечная машина нужная вещь или нет? Нужная вещь. Мы с Юлей постоянно спорим по этой теме. И я говорю, что это фигня, потому что все равно мыть посуду надо перед тем, как ее положить туда. Не надо, теперь не надо. Не надо. Вот если не надо, вот то есть поел и положил, тогда я считаю, что надо. Сейчас новые таблетки, которые растворить не надо. Каждый день две полные раковины посуды. Сказать, что я уже задолбалась мыть, это ни о чем не сказать. Это понятно. У меня пальцы иногда такие, что меня телефон не распознает отпечаток пальцев. Я просто хочу услышать мнение тех, у кого есть посудомоечная машина. У нас никогда ее не было, и Юля всегда ее хочет. Я не хочу ее покупать. Поэтому я считаю, что это не такая вещь, которая крайне необходима. Вот как, допустим, взять стиральная машина, она тоже по большому счету и нужна, и не нужна. Не нужна она по мне только для того, что сушить негде дома. Белье это разводить, вот эти провода все эти, как вспомню, ну и нафиг. То есть в доме у тебя есть своя и стиралка, и сушилка, это удобно. Но есть минус, это таскать, переставлять. Вот Юля это бесит. Понимаете, ему сейчас будет такое немножко сраж между нами. Ему это не надо, потому что этим занимается не он. Моет посуду Юля, посудомоечная ему не нужна. Моет бы посуду он, он бы быстро побежал ее купил. Я говорю, давай я мыть не буду, мне она точно не нужна будет. Так же и белье, понимаете? Я таскаю с этими пакетами в стирку, я стираю белье. Ну давай, давай, все, теперь. Если белье будет стирать он, мне тоже, по идее, не нужна как бы таскает. Точно так же, как и моя рыбалка. Да, точно так же. Все, ладно, я прошу. Иди давай, я посижу. Поехала, пошел в Матонелл. Вот такая у нас дилемма, понимаете? Я считаю, что посудомоечная машина нам нужна, потому что у кого она есть, я спрашиваю. Все говорят, да я не представляю, как я вообще без нее живу. Или там, например, знаете, иногда бывает, что я посуду вымою, две большие вот эти вот раковины. Начинаю готовить, опять вся раковина полная. Пока вот готовишь там, еще что-то там с детской комнаты соберешь. То есть уже реально надоедает мыть эту посуду. Приходишь с работы уставший, уже точно не до этой посуды тебе. Ну что, друзья, приехали за Эмилией. Тут машину ставить в принципе-то нельзя. Как бы. Написано, знак, да, стоит? Ну, проезд сюда машинам нельзя. Смотри, тут. Тут только одни машины паркуются, хотя знаки висят. Идут. Одна с обручем, другая в телефонах. Обмен контактами. Мора. Как дела? Молодец. Друзья, все равно у нас фигня с машиной. Как бы вроде починили, все нормально. А Юля в первый день села, говорит, уже что-то все равно не то. То есть теперь вибрация та же самая есть, но она на более-меньше в скоростях. Мне такое предчувствие, что другую сторону повело тоже, что-то там сломалось, походу, из-за этой вибрации. Мы ездили довольно много на этой вибрации. Наверное, все-таки другую полуосень. Ну, не полуосень, а другую часть, с другой стороны тоже терминять надо. Сейчас вообще не полу. Вообще не полу. Ну что, друзья, всем привет, добро пожаловать в наш канал. Юлика Лайф, влог. Пять дней осталось до нашего переезда. Мы должны отсюда съехать через пять дней. У нас еще ничего не сделано. Сегодня было в планах заниматься, потому что у меня выходных два дня. Но у нас на работе эпидемия. Ходит у нас норовирус. Это боли в животе, это постоянная тошнота. Я была уверена, что я не заражусь. Но я заразилась, друзья. Еще не утро у меня было очень весело. В Финляндии это никак не лечат. То есть, это проходит само. Чувствую себя, конечно, вообще не фонтан. Такое чувство, что я где-то всю ночь бухала, блин. Надеюсь, что я не заражу семью. Как-нибудь я сама это все переживу. Помогу, конечно, таскать все. Будем делать переезд. Сейчас, наверное, съезжу в аптеку, посмотрю, может быть, есть что-то от тошноты. Потому что тошнит постоянно. Резких движений делать нельзя. У нас на работе полотделения на карантине. Ну, в прошлом году у нас не было. Но это как бы нормальная больничная жизнь. Это практически каждый год в больницах. И она распространяется очень быстро. Потому что ты уже, когда заразен, ты этого еще не знаешь. Что ты уже заболел. А ты уже заразен. Меня еще сегодня хотели на работу. Я сказала, нет. Но я в любом случае не смогла бы выйти. Потому что я очень плохо себя чувствую. Температуры вроде меня нет. Потому что такие немножко симптомы, как у простудных заболеваний. Вот такой у нас переезд. В прошлый раз, когда мы переезжали сюда, у Виталия схватила спину. Он лежал две недели. А этот раз нору вирус подкрался незаметно. Чуть-чуть бы на недельку позже. Ну, вот чуть-чуть бы. А наши на работе еще только вчера на обеде ржали, что вас, говорит, русских ничего не берет. Вот ты, Юлька, точно не заболеешь. Все уже переболели по сто раз простудными заболеваниями, гриппом. Я вообще ничем не болела. Сколько я там работаю, 9 месяцев, я ни разу не пропускала работать заболезнью. То есть я вообще не болела. И они все, говорят, и они мне все спрашивали, ты уже болела? Ну, вот этими простудными. Там уже по второму, третьему кругу все ходят, шмыгут носом, болеют, кашляют. Как бы, ну, они, ну, больничным, естественно. Я говорю, нет, я не болела еще. Говорит, как ты так вот не болеешь? И что вот этот норовирус? Говорит, ты точно не заболеешь. У вас русских какой-то, говорит, особенный иммунитет. У вас другие гены. Вы, как бы, не болеете такими болячками. Зараза, как сглазили. Первый, никогда у меня в жизни не было норовируса. То есть я не знаю. И ротовируса у меня никогда не было. Я не знаю, что это такое. Теперь я, конечно, знаю. Ну что, друзья, Юля уже сказала, рада, что у меня новость насчет ее заболевания. Ну что, знаете, как это, как в фильмах ужасов 20 часов до эпидемии. То есть я пока держусь, пока вроде все нормально. Не знаю, я уверен, что я тоже слягу. Я всегда так, я держусь до победного. И самый последний, я скобы сдохлюсь. В прошлый переезд, когда мы переезжали с Эстонией в Финляндию, сломался я. У меня спина поломалась и полностью все повисло на Юле. То есть я вообще не выпал, как взял отпуск и три недели пролежал в постели. Даже встать не смог со своей спиной. Ни ремонта, ничего не смог сделать. То есть вот так вот передвигался, как мумия. Знаете, так руки-ноги, просто пырку. Вот. Сейчас пока живой. Решили мы начать все с подвала. Потому что у нас сейчас, у меня полностью забит автобус своим барахляндией. Чтобы его освободить, нам все выложить в подвал. Подвал забит. То есть мы сейчас с подвала все на двух машинах постараемся перевести в тот подвал. Более-менее освободить этот наш подвал. И тогда с автобуса уже в него. И понеслась. Автобус пустой. Будем сейчас возить, возить, возить. Все. Вон Юля тут стоит. Делает вид, что она бодрячок. На самом деле она не знает, с какой щели брызнуть. Друзья, и смех, и грех, да? Один обосравшийся, другой калека со спиной. Да не говори. Все, а вон там уже машины оккупировали тут полностью весь двор. Пока штрафов не получили, надо ехать. Блин, смотрите, кто-то так недавно хорошо нас угостил на парковке. Такая, смотри, сияя краска какая-то, царапины. Сволочи. Ладно, все, мы сейчас тогда начинаем уже план эвакуации о переезде. Друзья, как вы думаете, что мы перевозим в Мерседесе? То есть мы едем на двух машинах. В Ниссан, в Примастар мы поместили из подвала полки. И куча вещей всяких в черных пакетах. А что у нас в Мерседесе? Я думаю, вы офигеете. Кажется, что маленькая машинка, но поверьте, он очень-очень вместительный. И сейчас я вам покажу, что мы туда положили. Ну что, друзья? Два комплекта резины от Ниссана и от Мерседеса вообще в легкую. Восемь колес. Тут еще один комплект влез бы. Так что, друзья, вот такая вот у меня машинка для рыбалки и работы. Влезает все. Что, друзья, первый, первая ходка. Так, для разминки загрузили вещичек, велики. Мерседесик тоже там уже под завязку. Все, погнали наши городские. Ну что, друзья, как я вам и говорил, у нас всегда все заранее продумывается. А этот автобус покупался не зря. Для рыбалки и работы и 50% для переезда. Возможно, это за короткий период будет несколько переездов. Осталось 10 часов до эпидемии. Время у нас 10 часов вечера. Первый день переезда закончился. Хотите, я вам покажу, как живут богатые блогеры? Зажравшиеся ютуберы. Это вот у нас такой бедлам. Тут как на свалке у нас, да? Это, на самом деле, похоже на гостиную. Так, надо окошко закрыть. Короче, Юлю болезнь накрыла по полной. Она еле живая. Я, короче, полон сил. Я просто бодрячок, друзья, такой, просто как метеорит. Во мне силы, как у дураков антиков. Да? Ты живая? Это же по плите. Раз, два, три, четыре. Ну вот, друзья, первый раз за всю историю мы показываем, как... Наш бардак. Как мы жили? Конечно, мы в таком бардаке не жили. Почему? Почему нам надо было съезжать? Вот. У нас кругом вещи. Рыбу сушу. И душевая кабина, и туалет, и стиралка. Короче, туда раковина, шкафчики. Короче, там нормально. День закончен. Вот такая у нас была имечка маленькая. Щекастенькая. Такой Сандр у нас поваренок. Вот это они, видите, дата какая. Тринадцатый год. Вот такие они две злые сидели в Хельсинки. На этих больших ступенях. Вот. Это от нашего подписчика подарочки. Это вот Эмилины поделочки всякие. Это мы сделаем лавку в одном лагере. Да. Это спанчбоб. Да, квадратные штаны. Это моя золотая рыбка, я сама сделала. Да, он спанчбоб, квадратные штаны. А это я в школе шила. Да. А это мы учим часы, время. Ага, это когда будет в первом классе. Это к первому уроку, а это к второму. Это наш рост. Я не знаю, друзья, наверное, многие на дверях пишут. Мы вот так все описываем. Когда я приехала, я была вот такого роста маленького. Да, ты начинала вот отсюда. А там это мамин рост. Да, и все. А это папин там. Выше, 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 выше. Вот Сандар теперь у нас уже досюда дорос. Ага, а я где? Папа вот тут. Я не мерил давно. Папа-то тоже невысокий. Так что вот, друзья, все. На сегодня мы спокойной ночи. Юля за весь день у нас съела. Вот сейчас я слышу, что там что-то она бренчит чем-то. Бульон делаешь. А? Бульон делаешь? А, у нас еще за холодильниками тут наши эти лыжи. Ботинки, лыжи. Когда я приехала, я была вот такого роста. Короче, там все надо еще собирать. Да, папа, я была, когда сюда приехала, я была вот такого роста. Да. Короче, все еще посуду, лекарства. Короче, тут у нас бордальера еще какой. Просто, друзья, сами понимаете, прошло больше недели нашего переезда, а у нас только сегодня он начался. Можно так сказать. Но за сегодня мы перевезли уже просто феноменально. Сколько мы по рейсам сделали? Четыре рейса. Первый рейс на двух машинах. А остальные были на нашем пакете аута, но только что он был полностью у нас забитый. Каждую ходку. Да? Очень встает. Я вообще отлично себя чувствую. Просто полон силы и энергии. Как это? Горы свернул. Мне главное, чтобы моя спина не подвела. А остальное это мне по барабану. Ну и Юлин этот. Хандра, если ты меня... Как каталки. Да, если эта какашка на меня нападет, так так да. Не болейте. Все бодрячком. До новых встреч. Всем отличного настроения. Море позитива. До новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...